Анна Ахматова «Я научилась просто мудро жить» Откровенность поэта была беспримерной. В 1924 году в окружении Анны Ахматовой появился молодой Павел Лукницкий, первый биограф Гумилёва, автор работы «Труды и дни» Николая Гумилёва . До своего отъезда на Памир в 1930 году Он был её доверенным лицом и, как некогда Эккерман за Гёте, записывал всё, что она сказала, и даже то, что она умоляла не записывать, но о чём говорила, чтобы он сам мог уяснить себе кое-что в творчестве. Однако Лукницкий записывал не всё, конечно, далеко не всё, и совесть меня мучает, но если бы этого всего я не записал, я бы и не запомнил ничего. Из его записей узнаём. В 1918 году Николай Степанович вернулся, остановился в мемблированных комнатах Ира. Была там до утра, ушла к Срезневским. Потом, когда Николай Степанович пришёл к Срезневским, Анна Ахматова провела его в отдельную комнату и сказала, «Дай мне развод». Он страшно побледнел и сказал, «Пожалуйста». Не просил ни остаться, не расспрашивал даже, спросил только, «Ты выйдешь замуж? Ты любишь?» Анна Андреевна ответила, «Да». «Кто же он?» «Шелейка». Николай Степанович не поверил, «Не может быть!» «Ты скрываешь, я не верю, что это Шелейка». Павел Лукницкий, Акумания И когда друг друга проклинали В страсти раскалённой добела, Оба мы ещё не понимали, Как земля для двух людей мала И что память яростная мучит Пытка сильных огненный недуг И в ночи бездонное сердце Учит спрашивать, О, где ушедший друг? А когда сквозь волны Фимиама Хор гремит, ликуя и грозя, Смотрят в духу строго и упрямо, Те же неизбежные глаза. 1909 Вальдемар Шелейка был специалистом по древней литературе, Поэтом и переводчиком, соратником Лозинского и Гумилёва По акминистическим опытам в Гипербореи. Они считали его гением, учёным в духе гофмановских чудаков С 1919 года Шелейка преподавал в Петроградском университете И, по словам Мандельштама, был для акминистов той же бездной, Какой для футуристов Хлебников. Он звал её Анечка, она его Володя. Профессор запрещал ей выступать с чтением стихов И участвовать в литературных собраниях, Заставлял уничтожать, не распечатывая все получаемые ею письма. Часами под его диктовку она писала тут же переводимые им с листа баллады, Работы по древней Осирии и Вавилону. Он запирал её дома, чтобы не могла никуда выходить, И она, будучи самой худой женщиной в Петрограде, Пролезала под воротами и сбегала Колье Глебовой Судейкиной и Артуру Турье. Широк и жёлт вечерний свет, Нежна апрельская прохлада, Ты опоздал на много лет, но всё-таки тебе я рада. Суда ко мне поближе сядь, Гляди весёлыми глазами, Вот эта синяя тетрадь с моими детскими стихами. Прости, что я жила скорбя, И солнцу радовалось мало, Прости, прости, что за тебя Я слишком многих принимала. Весна 1915-го. Царское село. Вскоре после объяснения Ахматовой с Гумилёвым Они уехали в Бежицк. Лукницкий записывает. В Бежицке, по-видимому, уже догадывались, Потому что перед первой ночью Анна Ивановна, мать Гумилёва, спросила Можно вас в одной комнате положить? Этот вопрос был странным. Сколько раз до этого Анна Андреевна и Николай Степанович Приезжали вместе, спали в одной комнате И никогда никто их не думал спрашивать. Анна Ивановна получила ответ. Конечно, можно. Я. А после объяснения у Срезневских Как держался с вами Николай Степанович? Анна Ахматова. Все это время он очень выдержан был. Иногда ничего не показывал, иногда сердился, Но всегда это было в очень сдержанных формах. Расстроен, конечно, был очень. Анна Андреевна говорит, что только раз он заговорил Об этом, когда они сидели в комнате, А Лёва разбирал перед ним игрушки, Они смотрели на Лёву. Николай Степанович внезапно поцеловал руку Анны Андреевны и грустно сказал ей, «Зачем ты всё это выдумал?» Эта фраза точно передана мной. Павел Лукницкий, Акуманник Стал мне реже снится, слава Богу, Больше не мерещится везде. Лёг туман на белую дорогу, Тени побежали по воде, И весь день не замолкали звоны Над простором спаханной земли. Здесь всего сильнее от ионны Колокольни лаврские вдали. Подстригаю на кустах сирени Ветки те, что нынче отцвели, По валам старинных укреплений Два монаха медленно прошли. Мир родной, попятный и телесный, Для меня, незрячий, оживи. Исцели мне душу, Царь Небесный, Ледяным покоем нелюбви. 17 мая 1912 Киев 23-10 июня 1918 года Она оставляет дарственную надпись На экземпляре белой стаи. «Моему дорогому другу, Николаю Гумилёву, С любовью, Анну Ахматову». 6 июля Яков Блюмкин Убивает германского посла Мирбаха. Вспыхивает мятеж левых эсеров. 17 июля большевики Расправляются с царской фамилией В Екатеринбурге. С 5 августа 23 июля Анна Андреевна и Николай Степанович Состоят в официальном разводе. Бедный мой разводник. Думал ли он, что через сорок лет Он будет выглядеть как мировой скандальный процесс? А я даже никуда не ходила, Ни с кем не говорила, Абсолютно не знаю, как это происходило. Я просто получила бумажку, Что разведена с таким-то. Был голод, был террор, Все куда-то уезжали, Многие навсегда, Быта не было, Все разводились. Нас так давно уже все Привыкли видеть врозь, Никто не интересовался чужими делами. До того ли было? Цитируется по черных летопись жизни. Буквально на следующий день Гумилёв вступает в брак С Анной Николаевной Энгельгард, Шутливой прозванной Анна Вторая. А ещё через неделю Анна Андреевна вместе с Шилейко, Вооружённые мандатами Отдела охраны памятников Старины на право осматривать Различные предметы, Имеющие художественную ценность, И накладывать на них печати, Уезжает в Москву. И на ступеньке встретить Не вышли с фонарём, В неровном лунном свете Вошла я в тихий дом. Под лампою зелёной С улыбкой неживой Друг шепчет, Сандрильона, Как странен голос твой. В камине гаснет пламя, Тамя трещит сверчок. Ах, кто-то взял на память Мой белый башмачок И дал мне три гвоздики, Не подымая глаз. О, милые улики, Куда мне спрятать вас? И сердцу горько вери, Что близок, близок срок, Что всем он станет мерить, Мой белый башмачок. 1913 30 августа 1918 года Поэт Леонид Коногиссер Смертельно ранил в голову Председателя Петроградской Чрезвычайной комиссии Моисея Урицкого, Чтобы искупить вину своей нации, Засадеянная евреями-большевиками. Сразу после ареста он заявил «Я еврей. Я убил вампира-еврея, Каплю за каплей Пившего кровь русского народа. Я стремился показать Русскому народу, Что для нас Урицкий не еврей, Он отщепенец. Я убил его в надежде Восстановить доброе имя Русских евреев». В тот же день Эсер Кафанни Каплан Дважды выстрелила Во Владимира Ульянова Ленина. 3 сентября в 16 часов За аркой 9-го корпуса Московского Кремля Она была расстреляна Без суда По устному указанию Председателя ВЦИК Якова Сверлова. В октябре Был расстрелян И Леонид Конегиссер. «На битву И бесы отпрянут, И сквозь потемневшую твердь Архангелы с завистью глянут На нашу веселую смерть» Леонид Конегиссер Смотр. 5 сентября Совет народных комиссаров Принял постановление О красном терроре Устрашении Арестах И уничтожении Врагов революции По принципу Классовой принадлежности» Феликс Дзержинский Большевики Приступили к взятиям Заложников Из числа дворян Буржуазии Интеллигенции И расстрелом 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 Петроград Москва Большие И малые города Местечки И села По всей Советской России Ответили на покушение Сотнями убийств» Нижегородская чрезвычайка сообщала «Преступное покушение На жизнь Нашего Идейного Вождя Товарища Ленина Побуждает Отказаться От сентиментальности И твердой рукой Провести диктатуру Пролетариата Довольно слов Расстрелян 41 человек Из вражеского Лагеря» К сообщению Прилагался список С именами Казненных Офицеров Священников Чиновников Лесничего И редактора Газеты В тот же день В Нижнем Новгороде Было взято До семисот Заложников Рабочий Крестьянский Нижегородский Лист Декларировал «На каждое убийство Коммуниста Или на покушение На убийство Мы будем отвечать Расстрелам Заложников Буржуазии Ибо Кровь наших Товарищей Убитых Раненых Требует Отмщение» Экстренный Бюллетень ЧК В Маршанске Извещал «Товарищи, нас бьют По одной щеке, мы это Возвращаем Старицей и даем удар По всей Физиономии Произведена Противозаразная Прививка То есть Красный Террор Прививка эта сделана По всей России В частности В Маршанске Где на убийство Товарища Урицкого И ранение Товарища Ленина Ответили Расстрелом Перечислено Четыре человека И если еще Будет попытка Покушения На наших вождей Революции И вообще Работников Стоящих На ответственных Постах Из коммунистов То Жестокость Проявится В еще Худшем Виде Мы должны Ответить На удар Ударом В десять Раз Сильнее Цитируется По Мельгунов Красный Террор Высокие Своды Костела Синее, Чем небесная Тверть Прости меня, Мальчик Веселый, Что я Принесла Тебе смерть. За розы С площадки Круглой, За глупые Письма твои, За то, Что Дерзкий Смуглый Мутно бледнел Подумала Темно-порочных Нельзя, Как невест, Любить. Но Все Оказалось Напрасно, Когда Пришли Холода, Следил ты Уже Бесстрастно За мной Везде И Всегда. Как будто Копил Приметы Моей Нелюбви Прости, Зачем Ты Принял Обеты Страдальческого Прости Меня, Мальчик Веселый, Совенок Замученный Мой, Сегодня Мне Из Костела Так Трудно Уйти Домой. Ноябрь 1913-го. 1 ноября 1918-го В газете Жизнь Искусства Николай Гумилёв Объявляет Ахматова Захватила Чуть ли не всю Сферу Женских Переживаний, И Каждой Современной Поэтессе Чтобы Найти Себя Надо Пройти Через Ее Творчество Письма Русской Поэзии В декабре Захватчица Переселяется В комнату Шелейка В Шереметьевском дворце А через год в декабре 19-го, когда Анна Андреевна договор с издательством Прометей на переиздание Белой стаи подписала Ахматова вместо Шелейка, Владимир Казимирович чуть ее не убил. По свидетельству Павла Лукницкого Анна Андреевна избрала казалось бы наиболее благоприятное для Николая Степановича положение. Она замкнулась и нигде не бывало, ни на литературных собраниях, где могли быть встречи с Николаем Степановичем, ни у общих знакомых. Казалось бы, Николаю Степановичу это могло быть только приятно, но оказалось наоборот. Он ее упрекал в такой замкнутости, в нежелании ничего делать, в отчужденности. В одну из встреч в последние годы Николай Степанович сказал такую фразу «Твой туберкулез от безделья». Анна Андреевна говорит, что, конечно, и она отчасти какими-нибудь неосторожными фразами, переданными Николаю Степановичу, могла вызывать такое отношение. А больше всего виноваты в этом сплетне. были люди, которые всячески домогались ссорами между Николаем Степановичем и Анной Андреевной и старались вызвать в них взаимную вражду. Анна Андреевна не хочет называть фамилии, но был и рождественский, да и без корнея дело не обошлось, а я, получив от Анны Андреевны фразу, что фамилии она называть не хочет, не стал спрашивать, но некоторые мысли у меня возникли. Анна Андреевна рассказала о нескольких встречах в последние годы. Так, в январе двадцатого года она пришла в Дом искусств получать какие-то деньги, думаю, что для шелейка. Николай Степанович был на заседании, Анна Андреевна села на диван в первой комнате, подошел Эйхенбаум, стали разговаривать. Анна Андреевна сказала, что должна признаться в своем позоре, пришла за деньгами. Эйхенбаум ответил, а я, в моем, я пришел читать лекцию, и, вы видите, нет ни одного слушателя. Через несколько минут Николай Степанович вышел. Анна Андреевна обратилась к нему на вы. Это поразило Николая Степановича, и он сказал ей, отойдем. Они отошли, и Николай Степанович стал ей жаловаться. – Почему ты так враждебно ко мне относишься? Зачем ты назвала меня на вы, да еще при Эйхенбауме? Может быть, тебе что-нибудь плохое передавали обо мне? Даю тебе слово, что на лекциях я, если говорю о тебе, то только хорошо. Анна Андреевна добавила, видите, как он чутко относился ко мне. Если обращение на вы, так его огорчило. Я была очень тронута тогда. Павел Лукницкий о Кумане. Бессмертник сух и розов, облака на свежем небе вылеплены грубо, единственного в этом парке дуба, листва еще бесцветна и тонка. Лучи зари до полночи горят, как хорошо в моем затворе тесном, а самом нежном, а всегда чудесном, со мною божьи птицы говорят. Я счастлив, но мне всего милей лесная и пологая дорога, убогий мост, скривившийся немного, и то, что ждать осталось мало дней. Лето 1916-го. Слепнёво. Читатели-критик нередко находят в поэте то, что боятся обнаружить у себя самих. Так, работая над каменным гостем Пушкина, Ахматова была убеждена, что смогла установить до сих пор неуловимые комплексы Пушкина – боязнь счастья, т.е. потеря его, т.е. неслыханного жизнелюбия, и загробной ревности, загробной верности. Примеры – Ленский, Командор, Ксения Годунова, Донна Анна. Не это ли загробной верностью, ревностью пугал её брак с Николаем Гумилёвым? И не та ли самая боязнь счастья ограждает её от того, чтобы быть счастливой в замужестве или в литературе, или в быту? Как странно, но стихотворения не делают стихотворца счастливым. «Счастье так мало создано для меня, что я не признал его, когда оно было передо мной. Александра Пушкина». Думали, нищие мы, нету у нас ничего. В 1965-м она рассказала. Каждое лето я проводила в бывшей Тверской губернии в пятнадцати верстах от Бежицка. Это не живописное место, распаханное ровными квадратами на холмистой местности поля, мельницы, трясины, осушенные болота, воротца, хлеба, хлеба. Там я написала очень многие стихи чёток и белой стаи. «Белая стая» вышла в сентябре семнадцатого года. К этой книге читатели и критика несправедливы. Почему-то считается, что она имела меньший успех, чем чёткий. Этот сборник появился при ещё более грозных обстоятельствах. Транспорт замирал, книгу нельзя было послать даже в Москву, она вся разошлась в Петрограде. Журналы закрывались, газеты тоже. Поэтому, в отличие от чёток, у «Белой стаи» не было шумной прессы. Голод и разруха росли с каждым днём. Как ни странно, ныне все эти обстоятельства не учитываются. После Октябрьской революции я работал в библиотеке Агрономического института. В 1921 году вышел сборник моих стихов «Подорожник». В 1922 году книга «Анна Домини». Примерно с середины двадцатых годов я начала очень усердно и с большим интересом заниматься архитектурой Старого Петербурга и изучением жизни и творчества Пушкина. Результатом моих пушкинских студий были три работы о «Золотом петушке», об Адольфе, Бенджамена Констана и о «Каменном госте». Все они в своё время были напечатаны. Работы Александрина «Пушкин и Невское взморье» «Пушкин в 1828 году», которыми я занималась почти двадцать последних лет, по-видимому, войдут в книгу «Гибель Пушкина». С середины двадцатых годов мои новые стихи почти перестали печатать, а старые перепечатали. Анна Ахмад. Автобиографическая опроса Я научилась просто мудро жить, смотреть на небо и молиться Богу, и долго перед вечером бродить, чтоб утомить ненужную тревогу. Когда шуршат во враге лопухи и никнет гроздь рябины жёлто-красной, слагаю я весёлые стихи о жизни тленной, тленной и прекрасной. Я возвращаюсь, лижет мне ладонь пушистый кот, мурлыкает умильней, и яркий загорается огонь на башенке озёрной лесопильней. Лишь изредка прорезывает тишь крик аиста, слетевшего на крышу, и, если в дверь мою ты постучишь, мне кажется, я даже не услышу. Сразу после выхода третьего сборника стихов лингвист и литературовед Жермунский заключает, что в «Белой стае» окончательно завершается поворот новейшей русской поэзии от романтической лирики символистов к классическим канонам высокого и строгого искусства Пушкина, а в январе 20-го в статье «Два направления современной лирики» напоминает в лирике Михаила Кузьмина мы впервые наблюдаем возвращение классицизма в «Белой стае» Анны Ахматовой. Оно сказалось особенно отчётливо. Вот почему мы утверждаем, что в поэтическом вкусе и в поэтическом творчестве этих последних лет намечается новое поэтическое искусство, глубоко отличное от лирики поэтов, символистов. Цитируется по «Черных летописей жизни» «Темпоральная плоскость романтической лирики символистов в творчестве Анны Ахматовой всякий раз непременно обращается к классическим канонам искусства пушкинской эпохи». Собственно говоря, эта линия пересечения и есть акнеизм, который порвал с заветами символистов и в котором отказывала Анне Ахматовой критика начала прошлого века. Это на макро уровне творчества декадентской поэтессы. На микро уровне отдельных стихотворений нередки временные прыжки из настоящего в прошлое, которые с той же страстностью по блоку и непременностью глядятся в будущее. Эти прыжки во времени представляют собой нечто иное, как игру времен, на пути от эстетики к этике и особому религиозному назначению и служению поэта. Когда в тоске самоубийства народ гостей немецких ждал и дух суровый византийства от русской церкви отлетал, когда Приневская столица, забыв величие свое, как опьяневшая блудница, не знала, кто берет ее, мне голос был. Он звал утешно, он говорил, «Иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда! Я кровь от рук твоих отмою, из сердца выну черный стыд, я новым именем покрою боль поражений и обид». Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтоб этой речью недостойной не осквернился скорбный дух. Осень 1917-го. Петроград. В 1925-м году молодой языковед-русист Виктор Владимирович Виноградов, в будущем арестант по делу словистов, социально опасные элементы, глава Советской лимонистической школы, директор Института русского языка, Академии наук СССР, отмечал. «Когда композиция стихотворений обусловлена приемами неожиданных сцеплений и пересечений символов предложений, то открыта возможность использовать в эстетических целях те эмоциональные эффекты, которые создаются помещенностью тесно связанных по смыслу предложений в разные временные плоскости. И у Ахматовой нередки временные прыжки, которые делают неосуществимой проекцию ее стихов в одну темпоральную плоскость. Вследствие этого образуются непривычно острые перебои интонации тембра. Получается впечатление, что героиня как бы меняет обстановку и план рассказа в процессе течения речи, переходя неожиданно от одного тона к другому. А с другой стороны, символы предложения, поставленные рядом, но проектируемые в разные временные плоскости, не двигают действия в собственном смысле, а лишь рисуют в причудливо сменяющемся эмоциональном освещении клочки разнородных движений, пересекшихся в одном фиксированном и, так сказать, остановленном миге. Ведь большинство стихотворений Ахматовой – это лирические повести о застывшем миге. И в это единство замкнутого мгновения включены эмоционально подобранные ряды воспринятых движений и ощущений, из которых одни представляются как осуществившиеся в промельке мига, а другие – как сопровождающие все его течение. При этом сам этот миг, застывший одновременно, то есть в целостной структуре стихотворения, рисуется и как воспроизводимый в прошлом, и как остановленный в момент его течения. Происходит не развертывание действия, а наложение одного восприятия на другое с эмоциональными комментариями обычно из двух временных аспектов, которые переплетаются. Виктор Виноградов о поэзии Анны Ахматовой Под крышей промерзшей пустого жилья Зима, 1915. В Библии красный кленовый лист, в открытой книге настоящего «Неизбежность болезни, холода и террора». Летом 1920-го закрыли все рынки и магазины. Цена на хлеб возросла с 300 до 1000 рублей за фунт. Начался голод. Профессорского жалования хватало на половину дня, а за переводы для всемирной литературы Шелейко ничего не получал. И если бы не мешок риса, привезенный комиссаршей Ларисой Рейснер из Баку, и доставленный Надеждой Паврович к ним в Шереметьевский дом, голод был бы фатальным. Рис Анна Андреевна раздала соседям, поголовно больным дизентерией, а себе пару раз сварила кашу. Шелейко, подкошенный и шиасом и туберкулезом, плакался. «Неужели бросишь? Я бедный, больной!» 3 марта 1921 года в родном городе Гумилёво, Кронштадте, в связи с восстанием моряков, было объявлено военное положение. К восемнадцатому марта мятеж был подавлен. «Братцы, помогите! Убьют ведь!» – кричали увозимые на казнь матросы. Кто мог им помочь? Гумилёв утверждал, что если сейчас, в революционное время, в России отдать власть поэтам, всё сразу придёт в порядок, и Россия сразу станет первой в мире державой. Ирина Адоевцева, так говорил Гумилёв. Пустых небес прозрачное стекло, большой тюрьмы белёсое строенье и хода крестного торжественное пенье над Волховом в синеющем светло. Сентябрьский вихрь, листы с берёзы свея, кричит и мечется среди ветвей, а город помнит о судьбе своей. Здесь Марфа правила и правил Аракчеев. Сентябрь 1914. Новгород. Председатель Петроградского союза поэтов говорил и совсем крамольные для советской власти вещи. Писатель и путешественник, старший брат знаменитого основателя Московского художественного театра Василий Иванович Немирович Данченко рассказывал, как они обдумывали планы бегства из советского рая. Писатель хотел уходить через Финляндию, поэт через Латвию. Сошлись на эстонской границе. И вот в таких именно беседах Николай Степанович не раз говорил мне. На переворот в самой России никакой надежды. Все усилия тех, кто любит ее и болеет по ней, разобьются о сплошную стену небывалого в мире шпионажа. Ведь он просочил нас, как вода, губку. Нельзя верить никому. Из-за границы спасение тоже не придет. Большевики, когда им грозит что-нибудь оттуда, бросают кость. Ведь награбленного не жалко. Нет, здесь восстание невозможно. Даже мысль о нем предупреждена. И готовиться к нему глупо. Все это вода на их мельницу. Василий Иванович Немирович Данченко Рыцарь на час. Вижу, вижу лунный лук Сквозь листву густых раки, Слышу, слышу ровный стук Неподкованных копыт. Что, и ты не хочешь спать? В год не мог меня забыть, Не привык свою кровать, Ты пустою находить. Не с тобою ли, говорю, В остром крике хищных птиц, Не в твои ли глаза смотрю С белых матовых страниц? Что же кружишь словно вор У затихшего жилья? Или помнишь уговор И живую ждешь меня? Засыпаю в душный мрак, Месяц бросил лезвие. Что снова стук, То бьется так Сердце теплое Мое. 1915. В апреле 1921-го Одной тысячей экземпляров Вышел в свет четвертый Сборник стихов Анны Ахматовой Подорожник. Поэзия Ахматовой Сложный лирический роман Писал в вестнике литературы Борис Эйхенбаум. Образование такой сюжетной лирики Последнее слово Современного лирического искусства. В этом смысле она Не менее революционное В искусстве явление, Чем Маяковский. Цитируется По черных летопись жизни. 25 апреля На вечере В Большом драматическом театре К ней подошел Александр Блок И спросил А где испанская шаль? Это были последние слова, Которые она слышала от него. В июне, Когда уже был предрешен Развод с Шелейко, Гумилёв уехал в Крым. В Севастополе Он встретился С сынной Эразмовной Горенко И сообщил ей, Что Анна Вышла замуж За замечательного Учёного И такого же Замечательного человека И что вообще Всё чудно. Анна Андреевна Не отрицает, Что была Несправедлива Иногда в разговорах С Николаем Степановичем, Не была В примирительном Настроении к нему, Огрызалась на него И так далее. Помнит такой случай, Кстати, Он подтверждает и то, Что, несмотря на Вражду с Блоком, Николай Степанович Вёл с ним Иногда беседы, Встречаясь во Всемирной Литературе. Весной 21-го года, В марте, Анна Андреевна Пришла во Всемирную Литературу, Чтобы получить Членский билет Союза поэтов, Который Нужен ей был Для представления Не то украв дому, Не то куда-то в другое место. Суд Угина Написала билет И пошла за Николаем Степановичем. Вернулась И сказала, Что он занят. Сейчас придёт И просит его подождать. Анна Андреевна Села на диван. Ждала пять, Десять, Пятнадцать минут. Подходит Георгий Иванов. Подписал ей За секретаря. Через некоторое время Открывается дверь кабинета Тихонова. И Анна Андреевна Видит через комнату Николая Степановича И Блока. Оживлённо О чём-то разговаривающих. Они идут вместе. Останавливаются, Продолжая разговаривать, Потом опять идут. Блок расстаётся С Николаем Степановичем И Николай Степанович Входит в комнату, Где его ждёт Анна Андреевна. Здоровается с ней И просит прощения За то, Что заставил её ждать, Объясняя, Что его задержал Разговор с Блоком. Анна Андреевна Отвечает ему. Ничего. Я привыкла ждать. Меня? Нет. В очередях. Николай Степанович Подписал билет, Холодно поцеловал ей руку И отошёл в сторону. Павел Лукницкий. Окумания. Приду туда, И отлетит томление. Неранние приятны холода, Таинственные тёмные селенья, Хранилища молитвы и труда, Спокойной и уверенной любови Не превозмочь мне к этой стороне, Ведь капелька новогородской крови во мне, Как льдинка в пенистом дыне. И этого никак нельзя поправить, Не растопил её великий зной. И, чтобы я не начинала славить, Ты, тихая, сияешь предо мной. По возвращении из Севастополя Николай Степанович вместе с Георгием Ивановым Последний раз навестил Анну Ахмакову. Он был очень сух и холоден, Упрекал её, что она нигде не хочет выступать. Она обиделась, что он пришёл не один, И проводила их в тёмной, Некогда потайной винтовой лестнице, Которая из квартиры вела прямиком на улицу. Когда Николай Гумилёв спускался по ней, Она сказала, «По такой лестнице только на казнь ходить». В ночь на 3 августа 21 года его арестовали. 7 августа умер Александр Блок. 8-го состоялась панихида. В гробу лежал человек, Которого я никогда не видел. Мне сказали, что это Блок. Над ним стоял солдат, Старик седой, лысый, С безумными глазами. Я спросил их, «Кто это?» «Андрей Белый». Записные книжки. Вся в чёрном, В креповой густой вуале, Ахматова почувствовала себя дурной. Ей пришлось выйти на деревянную лестницу И стоять, прислонясь к полейнице мелко наколотых дров. 10 августа поэта похоронили. Всё происходило, как в его стихах. Это заметили все и потом часто вспоминали. Когда поклонилась над ним и крестилась, Слёзы текли непрерывно. На Смоленском кладбище Анна узнала об аресте Николая Гумилёва. 1 сентября ей сказали только «Николай Степанович», И она сама уже всё поняла. Петроградский орган революционное дело сообщал в подробности. Расстрел был произведён на одной из станций Ириновской железной дороги. Арестованных привезли на рассвете и заставили рыть яму. Когда яма была наполовину готова, приказано было всем раздеться. Начались крики, вопли о помощи. Часть обречённых была насильно столкнута в яму, И по яме была открыта стрельба. На кучу тел была загнана и остальная часть, Убита тем же манером, После чего яма, где стонали живые и раненые, Была засыпана землёй. Цитируется по Мальгунов «Красный террор». Утешение Там Михаил Архистратик Его зачислил в рать свою. Николай Гмель Вести от него не получишь больше, Не услышишь ты про него. В объятой пожарами скорбной Польше Не найдёшь могилы его. Пусть дух твой станет тихо покоен, Уже не будет потерь. Он Божьего воинства новый воин, О нём не грусти теперь. И плакать грешно, и грешно томиться В милом родном дому. Подумай, ты можешь теперь молиться Заступнику своему. Сентябрь 1914. Царское село Ахматова захватило чуть ли не всю сферу Женских переживаний. Бухты изрезали низкий берег, Дымное солнце упало в море. Не знаю, сколько пройдёт лет, Только в каперне расцветёт одна сказка, Памятная надолго. Ты будешь большой осоль. Однажды утром в морской доли Под солнцем сверкнёт алый парус. Сияющая громада алых парусов Белого корабля двинется, Рассекая волны прямо к тебе. Тихо будет плыть этот чудесный корабль Без криков и выстрелов. На берегу много соберётся народу, Удивляясь и ахая, И ты будешь стоять там. Александр Грин. Алые паруса. Чулковой Перед весной бывают дни такие, Под плотным снегом отдыхает лук, Шумят деревья весело сухие, И тёплый ветер нежен и упруг. И лёгкости свои дивится тело, И дома своего не узнаёшь, А песню ту, что прежде надоела, Как новую с волнением поёшь. Весна 1915-го Слепнёва Весна 1915-го Слепнёва